Добрый день, я пришел рассказать про мать Тирана. Все свое детство я помню, как она просто валяется на кровати, вот, я убираю, я готовлю, я смотрю за сестрой, вот, ну, она просто лежит. То есть я не помню периода, чтобы она нормально работала. Я захожу в коридор, и родители сидят на вещах, и меня спрашивают, с кем я хочу остаться. Вот, я в этот момент выбираю отца. Тогда мне было 6 лет, и я так полагаю, примерно с этого момента начало меняться отношение ко мне. Учились побои. Меня могли побить за то, что я плохо убрал, там, не приготовил еду. Пришел на 5 минут позже, пришел на 5 минут раньше. То есть вообще было не важно, за что меня бить. У меня происходило все достаточно просто. Меня били ногами, руками, тапками, книгами, об стол, головой об стену. Меня била именно мать. В голове было одно. Я вырасту и сделаю все, чтобы просто этого человека уничтожить. Однажды просто я ехал куда-то в сторону Якуба Колоса, вот, и по дороге в трамвай, где, ну, выпали ключи или где-то по дороге. И я, ну, вот, эта вся ситуация доводила до того, что я звонил отцу и умолял его прийти со мной домой. Потому что я боялся, вот, то, что меня просто убьют. Ну, в той ситуации, когда тебя пинают просто за то, что книга не так лежит, потерять ключи, это было просто фатально. Ты просто не находишь себе места. Ты не понимаешь за что, как и почему. И в определенный момент просто ты доходишь до той стадии, когда ты не видишь смысла дальнейшего жить. Когда тебя каждый день просто издеваются, когда твои побои затягиваются, там, до второго школьного урока, и со школы тебе даже не звонят. Ну, всем плевать на тебя. В этом обществе, на самом деле, всем плевать на тебя. Вот, и ты уже третий урок сидишь где-нибудь во дворе недалеко от дома, смотришь на двадцатиэтажку и просто думаешь о том, как это все сейчас закончится. Ты, ну, видишь этот полет. Да, при этом к тому возрасту я уже знал кучу способов самоубийства. Останавливала меня только глубокая ненависть, вот, и какое-то чувство справедливости. Ну, я реально хотел отомстить. Я не мог об этом никому рассказать, потому что меня с детства просто запугивали. Вот, меня запугивали в основном детдомом. То есть из детдома делалась тюрьма строгого режима, ну, и постоянно ей угрожали. В более поздном возрасте я пытался дозвониться в службу доверия. Ну, как только поднимали трубку, вот, я ее сразу опускал. Я начал замечать, что моя мать пропадает. Вот, то есть она до этого пропадала, но это было подруги. То есть, ну, я был ребенком, я не понимал. Нету и нету. Со мной сидела бабушка. Но я стал замечать, что у матери появляются там драгоценности, новая одежда. Доходило просто до того, что в квартиру завозят дорогую мебель. Вот, и явно отец этого не покупал. Ну, немного позже я уже сообразил, то есть, что это был все-таки любовник. В один из вечеров мы просто с сестрой баловались, ну, обычные детские игры, то есть, как все братья и сестры играются. Вот, и я проявил неосторожность и, грубо говоря, небольшой кусок кожи ногтем не снял. Вот, через, наверное, часа пол залетает мать в квартиру. Вот, и, видя это, просто мне снимает кожу ногтями от век до нижней челюсти. Вот, шрамы у меня, то есть, ну, ну, если рассматривать, то видно до сих пор. Отходило до такого маразма, что в школе медообследования всякие, ну, проходили обычно классические. И мне в одно из этих медообследований поставили кифоз. Я пришел домой, обратился к матери, говорю, вот у меня есть рецепт, мне нужен корсет ортопедический. И слышу такую фразу, ничего тебе не надо, твой горб закроется капюшоном. Так же было со зрением. К определенному моменту у меня зрение было уже минус 2. Когда мне диагностировали минус 1,75 за 2 года до минус 2, я говорю, ну, надо очки. Говорит, нет, не надо. Ну, это было для меня нормально, я в этом жил. То есть, я не знал ни другой реальности, ну, я не видел, как живут другие семьи толком. То есть, я не видел разницы между другими детьми и собой. 15-18 лет, это был наиболее сложный период в моей жизни. Я уже все понимал, прекрасно понимал, что к чему, что это все измена, что это все ненормально. И из-за того, что на меня оказывалось очень сильное давление психологическое, моральное, вот, я не мог об этом никому рассказать. То есть, ну, я просто покрывал и очень сильно ненавиделся за это. Ирония матери в этом возрасте была еще намного хуже. Вот, то есть, был такой период, когда меня били целую неделю. Одна такая ситуация произошла на отдыхе. Вот, отец подрабатывал в ближайшем городке. Вот, и просто в его отсутствии меня целую неделю пинали. Пинали меня по-страшному. Я не мог дать отпор матери, потому что я находился в этом состоянии с самого детства. Я не знал, как это сделать, я не знал, что так можно. Естественно, я понимаю, что сейчас, когда, ну, этот человек для меня больше ничего не представляет, ну, получить такая ситуация, она просто стоять на месте не будет, она будет лежать. 17 лет у меня состоялся разговор с бабушкой. Я ей плюс-минус обрисовал ситуацию и говорю, что жить я так больше не могу и не буду. Вот, мы себе говорили, что исполняется мне 18 лет, я к ней переезжаю. Как только мать, ну, узнала об этом сначала, она отреагировала спокойно, такая, ну, типа, ну, вали. Вот, но чем ближе подходил этот срок, тем более критично на это реагировала. К 18-ти годам, естественно, пинать меня стало уже сложнее. Ну, продолжать уничтожать меня морально запросто. Меня называли тупым и жирным. Вот, просто в лица. Говорить о том, что я не любимый сын, меня не хотели. О том, что я во всем виноват, я испорчил человеку жизнь. Я думал, что я к бабушке приеду, да, и, то есть, ну, понятно, что бабушка, когда она отдаленная, она тебе приезжает, она тебе там покормит, там, тебе денег даст, да. Но я уже прекрасно понимал, что, скорее всего, так не будет. Что-то превратится, ну, в обычную бытовуху. Но по поводу бабушки я очень ошибся. То есть, до последнего это самый заботливый человек в моей жизни. Я спросил однажды бабушке, то есть, ну, было ли в отношении матери такое поведение. Она говорит, я ее ударила только один раз в жизни. Вот, и, ну, и вообще никогда никого не била. Я ей верю. Вот, и почему вот этот вырос человек именно таким, я не понимаю. Один из прекрасных дней я ей сказал нет. И просто я не пустил ее домой. Уже, уже к себе домой. Это вот тот дом, который я счастлива своим домом. Я ее не пустил. Все, это была просто последняя капля. Она, на самом деле, отреагировала на это спокойно, просто развернулась, ушла. Окей, ну, а что ей оставалось сделать? Я ее не пускаю, бабушки дома нету, она зайти туда никак не может. В тот момент я почувствовал очень сильное облегчение. То есть, это было вот первое ощущение свободы. Я свободен. Вот, я не знаю, это, наверное, сродни тому, что вот как человек из тюрьмы выходит. Однажды у нас состоялся разговор о том, что пора бы уже забыть старые обиды. Но человек заслуживает прощения, только раскаявшись. И в ней ни капли раскаяния нету, засадеянно. С матерью в сознательном возрасте разговаривать просто не хочу. У меня каждый с ней разговор происходит через не хочу. То есть, мы с ней сталкиваемся только по необходимости. Нет, пришла мне смотреть их в глаза и спрашивать, почему, почему так и зачем. Вообще никакого нету. Ну, я с отцом разговаривал, не стеснялся о выражениях. Вот. Ну, а что он может сделать? Это уже взрослый человек, который привык так жить. Он просто, ну, он тоже не знает другой жизни. Я отцу не рассказывал, ни про любовь, ничего. Я не говорю при нем слово мать. Я говорю твоя жена. Я не говорю сестре, мать. Я говорю, ну, женщина, с которой ты живешь. Я не говорю бабушке, моя мать. Я говорю бабушке, твоя дочь. Ну, до меня этого человека не существует просто. Когда я рассказываю эту историю кому-либо, вот, мне говорят, что, ну, как ты так можешь относиться? Это же мать, то есть она тебе дала дар жизни. Вот. И мое мнение такое, что слово мать не ограничивается даром рождения. Мать – это человек, который в тебя вкладывается, который тебя любит, который тебя воспитывает. Вот. И к этому человеку никаких положительных эмоций не возникает. Основная проблема, я думаю, не только данного человека, но и схожих ей – это в том, что они очень хорошо маскируются. То есть такие люди умеют подать себя. То есть ни соседи, ни учителя, ни ее коллеги в жизни не заподозрят, какой с ними рядом находится монстр. Даже сейчас вы можете заметить такого человека и вычислить только по ребенку, стоящего с ним. У ребенка на лице написано все. Я таких вот детей просто сходу распознаю. Я хочу обратиться к детям, которые оказались в похожей ситуации. Жизнь – это очень тяжелая вещь, очень сложная вещь. Вот. И вы должны знать, что за горизонтом всегда будет рассвет. В моей ситуации я нашел эту поддержку у бабушки. Не бойтесь рассказывать об этом. Не бойтесь обращаться к преподавателю. Потому что если вы будете эту ситуацию запускать, ничего хорошего в будущем. Ну, вот этого ждать не приходится. Вот. И чем раньше вы осознаете это и перестанете мириться с такой тиранией, тем лучше для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!